Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, я начала встречаться с молодым человеком. Когда? Сколько времени вы с ним встречали? У него было ко мне хорошее отношение, любил, очень рада был эмоциональный, вспыльчивый, я этого не узнала, но со временем осознала, пыталась уйти от него в итоге забеременела. Вот здесь, конечно, есть довольно противоречивый момент. То есть, если вы пытались от него уйти, то как получилось, получилось, что вы забеременели тогда. Если забеременели от него, желая уйти при этом от него же, то почему не сделали аборт? Или почему сразу все равно не ушли? Ну, жили бы вы не в лучших условиях с мамой, с родителями, да, и так далее. Жили бы вы не в лучших условиях, но, до крайней мере, на эмоциональном и психологическом уровне вам было бы легче. Вы бы не чувствовали себя униженной, не чувствовали себя нелюбимой, как вы говорите, и так далее. То есть, в этот момент мне очень понятно, вы хотели уйти, но забеременели, само по себе это уже вызывает вопрос. Как можно забеременеть от человека, от которого вы хотели уйти? Почему вы пытались уйти? Почему не взяли и не ушли? Почему именно пытались? Далее, значит, она делала ребенка, значит, и думала, что мой молодой человек станет другим, заботливым папой, хорошим мужем. То есть, вы выставили его замуж или как? Или что? Вы заменен за этим человеком или нет? Если замужем, то, опять же, как ваше замужество, как то, что вы вышли за него замуж, согласовывается с тем, что вы хотели от него уйти? То есть, какова ваша позиция во всей этой ситуации? Вот вы сами какую позицию занимаете по отношению к этому? Не очень понятно. Далее, вы пишите такую вещь, что после рождения ребенка, я думала, что он будет другим хорошим мужем, хорошим отцом и так далее. Тот же вопрос. Почему, откуда вы взяли, что он таким будет? Почему вы считали, что он изменится? На основании чего вы выявили, по какой причине вы решили, что это будет именно так? Пожалуйста, вот этот вот момент, его постарайтесь тоже разобрать, потому что он, на мой взгляд, это очень, тоже важно. Вот эта вот, вот эта вот ваша установка, что я думал, что после рождения ребенка мой муж, мой мужчина станет лучше. Ведь для того, чтобы человек стал лучше, нужно, чтобы что-то поменялось. И очень редко, к сожалению, очень редко, к сожалению, люди меняются только потому, что родается ребенок. На самом деле, на самом деле, люди меняются, не меняются, из-за того, что родается ребенок. Потому что, как бы, даже человек может любить своего ребенка, даже может быть хорошим отцом. Но при этом, даже несмотря на то, что человек может быть хорошим отцом, все равно у него есть определенные, значит, свои проблемы, которые, ну, не уходят, которые не исчезают, к сожалению. И вот это то, на мой взгляд, опять же, что вы забыли здесь, то, что вы, ну, может быть, не учли, не учли в контексте своей, опять же, позиции, которую надо бы все-таки обозначить более, более, скажем так, четко. Далее. Вы видите, значит, все стало хуже, в общем, у него нет денег, квартиры нет, мы снимаем. Здесь, опять же, вопрос к вам. Вы знали о том, что вот так все будет. Вы знали о том, что вот так все, ну, происходит. Вы об этом, обо всем знали. И почему вас это не останавливало тогда, а начал, ну, чего останавливать только, вот, сейчас? Ну, он, вроде бы, всегда таким был, да, то есть он, вот, как вспыливал, как вспыливал, что он действительно после родения ребенка, он начал воспринимать вас так, что вы его никуда не денете и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это правда. Но, правда, так же и то, что вы сами его выбрали. Вы сами выбрали этого мужчину, и, как бы, теперь, как будто бы недовольны тем, что, как он себя ведет. Вы говорите, кредиты. Но у него были кредиты. Вы говорите, там, тратить на свои деньги и квартиру. Ну, опять же, так было раньше. И если вы думали, если он изменится, то, опять же, почему, откуда у вас это поведет? Ну, далее, вы просто перечисляете его негативное поведение, вот, и говорите мне, кажется, я ошиблась. Здесь тоже вопрос к вам будет. Вот, кажется, вы ошиблись в чем? Вы уже хотели уйти от молодого человека, но не ушли. Думали, что он станет другим, он не стал, сразу не ушли. Девять месяцев, по сути дела, вы с ним сразу не ушли. Теперь вы говорите, что мне кажется, я ошиблась. То есть, вы в какой-то момент, получается, подумали, что вы не ошиблись. Или что? В какой-то момент вы подумали, что вы, может быть, все-таки не ошиблись. В какой-то момент ваше посидство было другой или нет. Не очень этот момент понятен. Далее. Я бы переехал к маме, но на данный момент там не лучшие условия для ребенка. А условия для ребенка, когда он живет в сфере постоянной агрессии, постоянного негатива, постоянных ссор, скандалов, тем более, что у вас характер не такой, чтобы просто молчать. Да, то есть, вы отвечаете своему мужчине и так далее, и так далее. Это для ребенка условия лучшее, вы считаете? Это вот тоже не очень понятно. Далее. Мне очень обидно его отношение ко мне, и я с этим ничего не могу поделать. Он не меняется, чтобы все было хорошо. Вам очень обидно за его отношение к вам. Но, опять же, это было еще до рождения ребенка. Это было еще до того, как ребенок родился. То есть, еще до этого вы хотели от него уйти и знали, что он вот так к вам относится, потому что он такой человек. Почему же вам обидно тогда, если вы понимаете, что он такой человек, если вы знаете, что он просто такой человек, то есть, что обидно может быть в этом, то есть, вы считаете, что он ведет себя так, как бы именно с вами он ведет себя так. То есть, он себя так ведет из-за того, что вы, получается, вы как бы такая вот, такая вот вы, и поэтому он себя с вами ведет так. Это на самом деле довольно серьезная ошибка, то, что вы думаете, потому что на самом деле он ведет себя так, не потому что вы такая. Он ведет себя так, потому что он ведет себя так, вообще говоря, в силу того, что у него вот именно такой характер. И вам вот этот аспект желательно бы понять, вам желательно бы понять этот аспект, что он ведет себя с вами потому, что он такой человек. Не потому что вы такая, а потому что он, он вот такой человек эмоциональный, вспыльчивый, там, и так далее. Это нужно понимать вам, в первую очередь, это нужно в первую очередь понять вам. Далее, вы говорите о том, что с удовольствием ушли бы, переехали бы к маме, но там не лучшие условия для ребенка. Я могу это понять, я могу понять, что условия для ребенка там не лучшие. Но, опять же, не ясна ваша позиция в этой ситуации. Вы как бы говорите, что вот, я хочу уйти от него, я хочу как бы, значит, там, переехать, да, к маме. Это, в принципе, понятно, ваше желание. И вместе с тем, вы говорите, что вам обидно за его такое отношение к вам. Так вам обидно за его отношение к вам? Или вы хотите уже от него уйти? Вот, постарайтесь как-то определить для себя данный момент, потому что не очень все-таки, не очень понятно, чего и как вы хотите, какая у вас позиция. Далее, до тех пор, до тех пор, пока у вас будет вот такая вот позиция, до тех пор, пока вы, как бы, ну, сами не будете до конца понимать, например, ну, допустим, допустим, чего вы хотите, как вы хотите, почему вы хотите, да, и так далее, и так далее. До тех пор, пока вы не будете сами этого понимать, у вас будет подобная ситуация, и она не будет вашей пользы, потому что вы не знаете, чего вам, например, хочется, ну, а мужчина, соответственно, понимая это, продвигает, продвигает на самом деле только лишь свою, как бы так, позицию, свои интересы и не более того. Это первое. Первый момент. И второй момент. Это то, что складывается ощущение, что вы не уверены в себе. Складывается ощущение, что вы чего-то боитесь. Уже на этапе до беременности. У меня произошло ощущение, что вы не могли от него уйти, что у вас уже было зависимо от него. И то, как вы в дальнейшем выстраивали свою позицию, касаемо отношений с ним, также наводит на определенную мысль о том, что вы не свободны были в своем выборе и в своем поведении. И скорее всего, это идет именно из вашего детства. Потому что вы говорите, что я приехал бы к маме, значит, отца у вас нет, а значит, вот как раз таки, из-за того, что у вас, возможно, есть проблемы с отцом, из-за того, что у вас не было достаточно отцовки любви, из-за того, что не было перед глазами эталона мужского поведения, по вашему мнению, или просто вы не умеете вести себя с мужчинами, опять же из-за того, что не было отца, вы не имеете представления о том, какие мужчины вообще, да, вот возникли данные проблемы. Также интересно, первые ли у вас это отношения или нет, были ли отношения до этого, первые ли у вас это мужчины или нет, были ли мужчины до этого и так далее. Далее, отвечаю на ваш вопрос. Посоветуйте как-нибудь в этой ситуации. Ну, во-первых, четко позиция, то есть четко позиция, что вы хотите, потому что, ну, вот, все противоречия, вот, это первое. Второе, проработка, значит, причин, по которым вы пытались уйти, но не учли, и обозначение ваших приоритетов. То есть пока вы обнадуете себя теми, что вы не уходите от мужчины, что условий для ребенка нет у вашей мамы, но при этом вы почему-то считаете, что условия психологического давления для ребенка вполне приемлемы. Это, на по меньшей мере, стран. По большей степени это напоминает то, что вы таким образом избегаете принятия решения, которого, скорее всего, боитесь, скорее всего, боитесь, опасает. Далее, значит, можно его исправить. Человека можно исправить в том случае, если он там видит в этом проблему. Человека можно исправить только в том случае, если он хочет исправляться. Человека можно исправить только в том случае, если у него есть стимул исправляться. Стимул исправляться у него может быть только в том случае, если его перестанет устраивать данная ситуация. В данной ситуации вы перестанете познавать только в том случае, если вы лечите его того, что он получает сейчас, в данный момент. То есть, либо уйдете, либо начнете вести себя холодно, отстраненно и так далее. То есть, действительно молчат, действительно не разговаривают с ним, но при этом совершенно перестанут воспринимать его как мужчина. То есть, вот здесь тоже у вас потихоречка. С одной стороны, вы говорите, что он очень плохой и что ведет себя плохо. А с другой стороны, вы как бы говорите о том, что он мне, ну, что вы хотите видеть в нем, значит, ну, мужчину, который бы там вас как-то защищал, да, и прочее, прочее, прочее. То есть, это тоже противоречит. Мой человек просто перестал бояться меня, может, знаете, как мне себя чувствовать? Вот два, значит, варианта поведения в данной ситуации, ну, в ситуации, если вы хотите, чтобы он начал бояться, бояться вас потерять, но, опять же, по моему мнению, он перестал бояться вас потерять, если вот так усыдить, еще до того, как вы заберетесь забеременны. И, кроме того, его поведение вовсе не означает, что он вас не любит, если он не боится вас потерять. Его поведение означает, что он такой человек, у него такой характер, но это не означает, что у него нет к вам истинных чувств. Вести себя вы можете следующим образом. Вы можете ничего не говоря о мужчине, обратно менять свое поведение, вы все больше и больше от него отдаляете, отстраняете и все менее и менее участвуя в каких-то ваших совместных, значит, времяпровождениях, отвечая ему, там, и так далее, и так далее, чтобы мужчина понял, что вы по сути дела живете своей жизнью и что, в общем-то, что-то неладное происходит. Вот. Второй вариант – это такой, что вы можете сказать ему, что вам, в общем-то, надоело отвергать его отношение к себе и к ребенку, и что, если он в течение, там, например, недели не исправится, то вы начнете принимать меры по, значит, отстранению, отдалению от него вплоть до переезда к вашей маме. И все. И тогда, когда он увидит, что вы реально готовы что-то сделать, когда он увидит, что вы реально что-то делаете для того, чтобы нашу ситуацию исправить, вот тогда, возможно, он захочет. И меня, все равно, не факт, и я бы на вашем месте не стал бы на это как-то рассчитывать. И прежде чем действовать подобным образом, я рекомендую вам проработать все то, о чем я уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы у вас остались. Буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!